ребята цены просто опупительные на верхнюю одежду все выглядит так ну не совсем качественно ну а чего я хотела с таких магазинов как кик пепка понятное дело что там качество как бы не скажу что супер-пупер но цены меня вообще убили на повал еще в пепка так более-менее а в кике куртки по 100 злотых и выше и они такие тоненькие такие как осенне-весенне ну явно не зимние а тем более если мне гулять с бруно по полям по лесам в такой куртке мне будет в ней холодно то есть надо брать какую-то хорошую и качество самого этого нейлона верхнего покрытия она какой-то ну не знаю но пропитки никакой не имеет оно какое-то такое что мне кажется я сама могу так ногтем царапнуть и она разлезет в общем прошла посмотрела сейчас поеду там где побольше магазинов центра хандловой похожу там посмотрю там есть еще сенсей потом еще какой-то там магазин есть не знаю если вообще ничего не увижу такое что мне нравится я покупать не буду я не вижу смысла купить куртку которая там не знаю месяц ее поношу и все и она все разлезется а тем более бруно прыгает скачет он не ее порвет быстро единственное что я в пике взяла это пижаму это я ее взяла потому что она сейчас на распродаже 24 злотых всего лишь я думаю за такую цену надо брать а стоила она кстати тут есть ценник сейчас тут цена 45 наклеена потом потом стоила на 70 злотых смотрите отклеила женщина идет смотрю что я делаю вот видите 70 злотых она стоила потом 45 а я купила ее за 24 обычная такая мягенькая плюшевая я люблю такие пижамки она здесь с звездочкой серенькая кофточка и беленькие брючки с серыми звездочками ну просто мне надо купить какие-то домашние штаны да я хожу дома в таких пижамках потому что у нас дома холодно и я люблю покупаться одеть тепленькую такую пижамку и ходить в ней спать я в них не сплю потому что во первых них неудобно спать во вторых ты очень сильно в них потеешь таких пижамах если спать то есть сплю я в катоновых футболках в катоновых брючках а вот именно ходить по дому я хожу в таких синтетических теплых пижамках мне нравится кому не нравится тот пусть не носит мне нравится я ношу вообще я хотела сказать не знаю говорить не говорить с той стороны ничего тут такого нет хочется с вами поделиться с другой стороны это как бы не совсем моя личная история да но поскольку милаш мой муж поэтому я считаю что ничего страшного что я поделюсь с вами этой историей в общем вчера когда мы приехали после того как я уже провела трансляцию меня позвал милаш и сказал о том что мы сообщили что его дедушка лежит в больнице ну и он есть не очень хорошем состоянии дело в том что у дедушки милаша был неоднократно инфаркт по моему четыре раза если я не ошибаюсь инфаркт или инсульт инсульт это в мозг по моему поступает инфаркт это связано с сердцем вот у него завал сердца то есть именно связано с сердцем по моему это инфаркт я не знаю почему я вечно путаю в общем был у него завал сердца несколько раз но он мужчина крепкий несмотря на то что сердце как бы слабенькое он все это осиливал как говорится боролся с данной проблемой и жил дальше себе спокойно хорошо а тут совсем стало плохо ему и забрали его в больницу но я так понимаю что милашу позвонили и сообщили уже тогда когда милаш звонит сейчас ребята бруно включил жорика жорик опять там ездит и уже давно он ездит а сейчас не может на базу заехать крутится вертится я не знаю как бруно умудряется включать жорика когда я дома ни разу не было такого чтобы бруно при мне он включал робот пылесоса тут постоянно я как куда-нибудь уеду оставлю их дома так что-то происходит так вот я так понимаю что милашу сообщили не сразу по поводу того что дедушку забрали в больницу скорее всего сообщили уже тогда когда предполагали что будет летальный исход мы вчера с милашем разговаривали я ему говорю ты узнай там всю информацию разузнай как что в какой больнице если хочешь я тебя отвезу дело в том что милаш с дедушкой очень много провел времени самого раннего детства до того момента пока милаш не попал в дтп и пока не оказался на коляске на вузку то все время милаш поддерживал отношения с дедушкой дедушка для него можно сказать что даже больше чем отец а я сейчас заплачу потому что милаш расплакался ой ребята сейчас вот очень важный человек дедушка для милоша в его жизни он с ним ходила и в лес и за грибами они там дрова пилили рубили дедушка очень много его учил рассказывал в секретике как правильно пилить деревья многому научил в строительстве вообще как мужчина многому чему научил милошам дедушка дедушка для милоша очень важный человек вот так вот я милошу говорю ты узнай все как что хочешь я тебя отвезу в больницу к дедушке вот но сегодня утром милошу позвонили и сказали что дедушки больше нет он умер вот такая ситуация конечно жалко что милош не смог с ним увидеться потому что милошу хотелось очень сильно много чего ему сказать обнять его поцеловать ой господи я опять вспоминаю милоша начинаю плакать сейчас я себя в руки возьму год я честно говоря этого дедушку видела только со стороны это мы ездили как-то там кого-то собирали и с бабушкой я знакома ближе потому что я с ней общалась как бы вот с дедушкой совсем чуть-чуть я видела его то есть не довелось мне пообщаться с ним не было такой возможности и поскольку мы с семьей милоша общаемся с малым количеством как говорится родственников не по нашей вине а потому что есть люди которые не знаю них там злость гордость какие-то там претензии есть к милошу ну как бы насильно мил не будешь не хотите общаться не общайтесь а морочить голову и портить нам нашу жизнь милош как бы это не позволяет и поэтому все кто против был наших отношений с милошем то со всеми с этими людьми мы не общаемся то есть если они захотят с нами общаться мы всегда рады с ними общаться а если как бы палки в колесах составлять и настраивать меня против милоша милоша против меня то извините нам такие родственнички не нужны вот и я так понимаю что из-за того что вот так вот знаете вот яд это злость до сих пор еще не осела у людей хотя уже много времени прошло мне кажется уже можно было все 300 раз как говорится перемолоть перемыслите и забыть и стереть с памяти уже тем более когда касается ситуация жизни человека можно было бы милошу сообщить получается что милошу сообщили уже на последних минутах я не знаю поедем ли мы на похороны на погреб не знаю как что будет милош естественно расстроенный расплакался такая вот ситуация не единственное что я успокаиваю милошу что дедушка умер как бы но он прожил достаточно долго я честно говоря не знаю сколько ему лет конкретно то сейчас наговорю тут из три короба ну в общем как то так так что милош очень сильно расстроен но он расстроен опять же повторюсь потому что дедушка для милоша очень важный человек его жизни он многое что дал милошу и поэтому естественно милошу сейчас очень плохо обидно досадно что он сам не может взять сесть за руль поехать проведать что он вынужден постоянно кого-то просить вынужден постоянно у кого-то спрашивать разрешение чтоб с кем-то встретиться вот то есть человек когда не ходит он как бы он же не может взять и сорваться и поехать как-то так короче милош конечно с печали ой я сама что-то разревелась опять же разревелась из-за того что вот такая ситуация с милошем что мы позвонили в последний момент что не дали возможности даже милошу попрощаться с дедушкой отправить его в последний путь мне конечно же за милоша обидно печально вот так вот семейные какие-то неурядицы склоки доводят до такого ребята запомните раз и навсегда как бы вы не ссорились как бы кто был прав кто виноват имейте пожалуйста совесть и уважение хотя бы сообщать важные и нужные вещи вовремя своевременно а не вот так вот как у милоша получилось из-за каких-то принципов родственников милош просто-напросто не смог даже посмотреть в глаза своему родному любимому человеку своему дедушке можно сказать последний раз так ладно конечно не будем о печальном конечно милоша утешаю то что дедушка пожил свое то что он все равно молодец поборол не один раз инфаркт завал сердца что сильнее мужчина я в общем еду куда я еду туда в этот центр и хэнд ловы пойду посмотрю есть что-то там куртки или нет если нет то отправляюсь назад уже ромин мне надо будет брунчика забрать поехать с ним вид клинику я не помню говорила или нет вчера в мясном магазине заказала на субботу уши свиные кости говяжьи для бруна сегодня надо будет еще посмотреть там печенку желудки ну короче еды на готовить малым такие у нас дела ребята ну и может сегодня пойдем с бруна погуляем потому что ему капельки нанесут можно будет идти гулять мужчина так идет странно я думала он на пешеходный переход а вон нет так ребята всем здоровья и до новых встреч на моем канале папа пешеходный переход